Итак, какие вы тут слова услышали, на которые надо внимание обратить? Есть что-то лишнее здесь? А повторяющиеся? Нету. Ну, кто может повторить? Первый заповедь какая самая? Первая. Вот Тарасий прочитал, красиво, с выражением прочитал 10 заповедей Господних. Моисеев сошел с горы, и Господь изрек к Моисею, а Моисеев его передал народу. На каменных скрижалях были они. Эти заповеди Господни. Какая первая самая? Которую все забывают, даже не помнят и не читают. И даже более того, я скажу сразу, они против нее. Против заповедей первые. Кто какой заповедей запомнил у вас? Ничего себе. Это уже этот... Так, ты подожди пока. Христос пришел уже к тебе. Святая дочь. Помоги Господи тебе. Мы сейчас ветки завет проходим, а это уже новый. Ты всех покорила. Аминь. Я согласен с тобой. Не надо. Так поступай и будешь жива во веки веков. Так, не, ну давайте посерьезней. Я вижу, что-то вы обсуждаете заповеди. Какая вам нравится. Ну какая нравится, ладно, заповедь? Самая такая вот. Заповедь, которая самая такая легкая и прекрасная. Какая? Не убей. Вот, я слушаю, я согласен с тобой. Не убей это. Вот и люди, когда начинают говорить, они вспоминают сразу. Первое, не убей и не прелюбодействуй. Все, больше они как будто ничего не помнят. Не кради. Не кради это реже намного. Потому что часто человек крадет все-таки, он знает. Многие занимают денег, потом не отдают. Очень много. Почти все. В этом мире, да. Поэтому не кради нет. Вот не прелюбодействуй для того, чтобы посмеяться над этой заповедью. Они вообще считают, эти люди мира всего, что это заповедь любви. А это что за партизаны у вас? Эй, вирус, ты откуда взялся у нас? Путеводитель ко Христу. Ветхий Завет, который почти что уже уничтожен и стал полом. Давайте я вам напомню первую заповедь. Она так быстро звучит, что вы даже и не можете представить. Она называется так. Я Господь Бог твой. Я Господь Бог твой. Говорит каждому из вас Господь. Обращается. И брат наш, Тарас, так красиво прочитал. Просто великолепно. У меня даже слеза дернулась. Потому что Моисей, он был кратчайший. Как ребенок у него душа была. Он сам был как ребенок Моисея. И Господь его поэтому полюбил. Почему? Потому что если ты не станешь детем, ты не наследуешь Царство Небесное, сказал Господь. Вы должны быть как дети. И указал на детей. А вы спешите стать взрослыми. Я тоже спешил. Толку никакого. Старость приходит, а не взрослость. Глупость приходит огромная. Очень много ответственности у взрослых. Чтобы стать взрослым, надо бояться Бога. И знать очень и очень многое. И большая ответственность ложится на взрослых. А вот понарожают детей, там 17 лет, 18. А родители смотрят на них и говорят, какие им дети. Они еще сами-то дети. И вот они не знают, куда этого ребенка деть. Он сейчас, в мирное время, детдомы есть целые. И люди набирают из этих детдомов себе детей. Там монахи набирают, там еще какие-то люди показывают. Писеат там детей набирают. И коллег всяких набирают. Это все. В мирное время. А почему? Потому что нету страха Божьего. Если котенка бросить или щененка, слезы наворачиваются, если тебе покажут историю какую-нибудь. Американцы как снимают. Или он приют ласка показывает этих бедных щенков. То представляете, что значит бросить ребенка. Вот они, вот он лазит. Это вот он, брошенный. Еще там, а это его сестра. Они оба такие. Вот сравните. Вот сравните себя и их. Вот у нас такие уже возрасты. Вот они сидят. Никто там не лазит. Это вот вам пример беззрастной жизни. Я этому маленькому говорю. Подойди ко мне. Сюда сядь. Он стоит уже и так. И вижу уже. У него рога прям выросли. Он не подойдет никогда. Он еще не знает здесь ни стен, ни людей, никого. У него уже нету совести. Он что хочет уже вытворяет. Видите, что вытворяет. И скажи ему сейчас сядь на место. Он не будет садиться. Он привык жить своей собственной совестью. Ну это с этой чего брать. Изятки-блотки. Так что. И он никогда не будет слушать. Вот это ему совершенно неинтересно. Вы уже готовы выйти в мир сей. Будете работать уже скоро со всем. У вас подрастают ваши младшие сестры-братья. Вы должны быть примером. Вы должны заповеди Христа и Божьей знать. Чтобы как от зубов отскакивало. Как мы заучивали материальную часть артиллерии. И у нас был полковник-понедельник. Как я и Игорь Глушков вместе взятый. Здоровенный детинок. Полковник-понедельник. У него усы такие были. Как у ребенка. И он говорил так. Он говорил. Товарищи курсанты. Даже если вас посреди ночи разбудят. Вы должны знать материальную часть артиллерии. Гаубица М-30 образца 1930 года. Как от зубов. А что такое материальная часть? Материальная часть это значит так. Если у тебя орудие стоит на поле боя. И рядом разорвался снаряд. И повредил, допустим, откат. Вот твой откат. Это гидравлические тормоза на орудии. То ты должен знать, как это быстро отремонтировать. И поставить ее на боевую позицию. Потому что тебя ждет смерть, если ты этого не знаешь. Представьте, что будет с вами, если вы не знаете заповеди Божьих. Посмотрите, вот оно вокруг нас что творится. В акканале. Это потому что я не радуюсь. Брат начал. Я вам про это и говорю. Ни он, ни она не знают заповеди Божьих. И не хотят звать. А ваши родители постарались, чтобы вы были здесь. В храме Господнем. А я их еще знал, ваших родителей. Когда в помине не было, что вы были родители сегодня. Они были просто молодыми людьми. Что это такое вообще, а? Это что такое? Поднимайся. Вытаскивайся отсюда. Садись. Вудалок. Итак, не убей. А если нужно, а если нужно, животное нам употребить пищу, как так? Ну, это не про человека. Это сказано про людей, не убей. Никого нельзя убивать. Да. Понимаете, как сложно нашим сейчас подрастающим братьям. Вот братья уже прошли возраст своего призыва. А вот Тарасия впереди. Ему надо будет, скажем, бери автомат, иди защищай нашу родную Россию, великую державу. Куда ему деваться? Если не пойдешь, тебя в тюрьму посадят. Как он будет поступать? Баптисты так говорят. Пускай по своей совести поступает. А мне кажется, здесь вот совесть одна, написано не убей. А еще есть и клятва. Клятву нельзя давать. Он будет стоять с автоматом и будет, клянусь, защищать нашу великую родину Россию до последней капли крови. И если это будет не так, да пусть меня постигнет суровая кара российского народа. А ты как думала? Я ничего не поняла. И поставит подпись свою. Ага, думаешь так просто, да? Он встанет, постоит и все. Все и поставит подпись, что кара его постигнет. А суровая кара это пока что еще не смерть, но пожизненное заключение за то, что не захотел с оружием в руках идти охранять. А еще может быть мир на это же время. Так, для страски. И как раз это будет он. А вы должны молиться, чтобы Господь его поддержал. Чтобы он если на это пойдет. Ну я вам прям говорю, как оно должно быть. А он уже большой мальчик. Уже игрушки его не интересуют. Игрушки, если то такие, как мы шевелим. Самолетики. Самолетики летающие, которые там летают и все разведывают. На пульта. На пульта, да. А там они еще все снимают. Все это нам надо очень сильно сейчас. Для защиты нашей страны. Не убей. Все решающая заповедь. А это заповедь идет сразу после заповедей Божьих. Вот четыре заповеди Божьих. Никто не перечислят из вас. Подряд. Ну хотя бы в разнобой. Вот прочитали только что. А? Из ветхого. Вот сейчас только которые читали. А Тарас перечислил, да? Ну прочитал это все. А, прочитал. Медленно, с восстановкой отлично читал. Я думал наизусть. А мы в лагере заучились с детьми. У меня дроботы все наизусть знали. Да хотя бы не надо все там подряд. Ну хотя бы приблизительно хотя бы. Я Господь Бог. Это заповедь, которую вообще никто не понимает. Ну а как бы даже и не заповедь. А вот между прочим вот это вот сестра-то наша меньшая привела. Возлюбие Господа Бога это к первой западе как раз относится. Это к первой, да, относится. Относится совершенно верно. И к первой, и к последней это относится. Ко всем десяти. Потому что все эти десять заповедей одну. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. А впереди стоит возлюбие Господа Бога твоего. А Господь говорит, я Господь, Бог твой. И нет у тебя другого Бога. И тебе все равно, да? Ползучий вирус. Ты не вирусом будь, а человеком. Которого Бог сотворил и любит тебя. Собаку кто сотворил? Бог. Бог, правильно. Видите, уже начинают сразу как действовать занятия по Слову Божьему. А кошечку кто сотворил? Он же. Конечно он. Потому что они же похожи. Только собачка как говорит? Гав. А кошечка как говорит? Мя-мя. Вот. Не похожи же? А сами похожи. Четыре лапки. Правильно? Хвостик. И два уха. Так же? Вот. Видишь? Собачки к лапу эти дурные лапки. А у человека сколько? Четыре лапки. Что? Хвост есть? Нету. А что у человека есть? Что отличает? У него нет таких мозгушек. Мозги у человека, да? Мозги. У тебя есть мозги? Маленько есть. А ты под столом лазишь? Все себя слушают заповеди Божьи. А ты под столом. Ну как так? А у тебя есть мозги? Видишь, они радуются как. Что у них тоже мозги есть. Хорошо, что ты им подсказал. Не, ну у него маленько. Он по-честному сказал. А вы что, хотите сказать у вас больше? Как вы смеетесь? Он правильно говорит. Маленько. Я же и говорю вам, что для того, чтобы стать взрослым, страх Божий иметь, нужно много знать. Премудрость притчи Соломона. Притчи, притчи Соломона. Премудрость Соломона. Нет, притчи. Они прям так и, в первой главе так и говорится. У человека должно быть ведение. Эй, тигра. Без мозга. У тебя в зубах все мозги. Ликеря, девочки, успокойтесь. Все, никакого смысла. Ладенько это ваше. У меня тут погладило. Девочка, ну что ж ты так разговариваешь? Господи, поняла. Ну, она видишь, как высотки поют. Скрепотцой. Так, подожди, ты вообще о заповедях ничего не знаешь у нас. У тебя брат уже рассуждает о заповедях. А ты все еще пребываешь в детстве. Погоди немножечко. Послушай, что говорят. Итак, я Господь Бог твой. Повтори. Я Господь Бог твой. Говори. Я Твой Господь Бог. Так, вот. Это Моисей принес с горы. Как гора называется? Гора. Гора Хариф называется. Она не очень большая гора. Но она страшная гора. Почему? Потому что кто подошел бы к ее подошве, был бы сразу умершлен. И Господь не шутил, когда показал. Туда скот пошел, и скот был поражен. И гора, говорит, вся была покрыта облаками, тучами была. И там молнии сверкали, гром гремел. И народ понимал, что это все не просто так. И там был один Моисей. И Иисус с нами сопровождал его. А почему Моисей не умер? Потому что он был кратчайший друг Господенький. Он как ребенок воспринял все, что Господь показал ему. Господь ему себя показал в кусте Господне. Да, вот они горы, пожалуйста. Вот посмотрите, на такие горы он зашел. Ну, поменьше, наверное, немножко. Ведь там снега, наверное, не так много было. И там Моисей беседовал с ним. Вот как всегда Господь хотел беседовать с человеком. Смотрим, в раю он написан, как беседовал. Ходил по райскому саду с Адамом и беседовал с ним. Гликерия. Гликерия. Духа сядь. И Господь всегда искал такого человека, чтобы он был как друг ему. И запомните, вот каждый из вас здесь сидящих будет во всю свою жизнь искать такого друга. Вот Иоаннафан в лице Давида нашел этого такого друга. Это Бог? Бог сам выбирает все друзей. Это не так. Господь выбирает. Господь выбрал Моисея кратчайшего. Он даже не знал этого. Нет, можно, но ты пока даже ни одной заповеди не повторила. Я спросил, четыре заповеди Господни, ты молчишь. Да, не убей, это старшие сестры сказали, не убей. Остальные, вот хорошо, Агнюша вспомнила заповедь первую, но через Новый Завет, которую Иисус Христос там принес. Хотя, в общем-то, ее повторил фарисей или книжник, ну кто-то из них, как бы врагов христовых. Глитерия, 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 ты что-то такая боевая. А где твой дедушка? Почему он не с тобой-то? Он дома. Сейчас вы дедушка. А он дома. Как так дома, он должен здесь же быть? А я сейчас не хочу. Ну ладно, посмотрим дальше. Ну а не сотворить себе кумира, наверное, вообще сложно, да? Не сотвори себе кумира, вы понимаете, что такое? Кумира сотворить очень легко. Но здесь написано, не того кумира, который там на земле, под землей, на воде, под водой, в небесах. То есть кумиры это нечто такое, чему прям материально можно поклоняться. Материально, вещественно. Вот деньги, они могут быть таким же кумиром. Машина может быть таким же кумиром. Квартира. Когда ты перешагиваешь через совесть свою, через заповеди Божьи, и идешь к этой цели, которая тебя в спину толкает рогами сатана. Запомните. Не может сам человек это делать. Это сатана уже взял его в оборот. Кого? Человека. Ты же забыла, что кроме Бога еще сатана есть. Знаешь? И он очень часто подменяет собой Бога. Человеку кажется, что путь его прямо, а путь его ведет в погибель. Так, сейчас. У нас времени, к сожалению, не очень много. Итак, не сотвори себе кумира. Ясно, что вы никто не будете поклоняться каким-то палкам, столбам. Но знайте, что еще очень много людей поклоняются им. И я хочу сказать, что это доходит до нас. Люди спокойно, ну, там есть некоторые передачи, в которых люди там в бубны там пьют, танцуют. И все сидят там вот прям, ну, сколько, зал целый. И все хлопают в ладоши, радуются, выйдут еще там, подтанцовывают. Это все поклонение языческим богам, бубны эти всякие, танцы вот эти вот, ритуальные. А у нас тут недалеко, это Горный Алтай. Поедете в Белокуриху, вы уже столкнетесь с этим, отдыхать там, в горы. Все. Так, ну ладно, потом повторим следующий заповедец. Господу нашему слава, в веки веков. Аминь. Слава тебе Божий, наш слава тебе. С Богом. Помоги Христос вам. Обрести веру истинную. Так, не забудем заповеди Господней повторить. Родителям скажут, что-то вы слабы. Давно не занимались. Верхним заветом. Слава Господу нашему. Аминь. Я в третий дверях зря. Ты не сиди, Господи Иисус Христов. Слава Богу отца. Аминь. На всяк день благословлю Тебе. Восхвалю имя Твоего, веки и век веков. Сподоби Господи. День Тебя из греха. Сохранитесь нам. Благословен, Ииси Господи, Божий Отец нашим. И хвально и прославлено имя Твое во веки. Аминь. Будь и Господи, милость Твоя, на всяко живу по вахам на Тя. Благословен, Ииси Господи, научи имя оправданиям Твоим. Благословен, Ииси Господи, научи имя оправданиям Твоим. Благословен, Ииси Господи, научи имя оправданиям Твоим. Благословен, Ииси Господи, прибежище, Благословен, Ииси Господи, Благословен, Ииси Господи, помилуй мя и цели душу мою, яко согреши в Тебе. Благословен, Ииси Господи, в Тебе, прибегов научи имя, творите волю Твою, яко Ты, ииси Бог мой, яко в Тебе, источник живота, во свете Твоем, улазлин, свет, правами, милость Твою, ведущим Тя. Святый Боже, святый, крепкий, святый, бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый, крепкий, святый, бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый, крепкий, святый, бессмертный, помилуй нас. Воскрес из гроба Иуды, развертал Исиона, Разрушил весь осуждение смертью Господа.